В эфире новости Дагестан, в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Сделая красивым свой город, жители республики могут сами выбрать объекты, которые будут благоустроены по программе «Комфортная городская среда». ДАВИНАГАЗ. В Дагестане по программе «Догазификация» к 94 домовладениям подвели газовые сети. Местные инициативы в действии. В селе Первомайское Кайкенского района после реконструкции торжественно открыли детский сад. Пик заболеваемости новым штаммом коронавируса прошел, но число заражающихся остается высоким. За последние сутки в Дагестане вирус выявили у 638 человек. Из них 191 госпитализированные, 7 человек погибли с подтвержденным положительным тестом. Такие данные за последние сутки приводит оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса на территории республики. Напомним, в Дагестане до особого распоряжения введен режим самоизоляции для граждан в возрасте от 60 лет, за исключением работающих лиц, прошедших вакцинацию против инфекции и имеющих сертификаты вакцинации. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию полтора метра. Митинг, посвященный 33-й годовщине памяти со дня вывода советских войск из Афганистана, состоялся накануне в парке имени Аббаса Исрафилова в Дербенте. Почтить память воинов-афганцев пришли представители администрации города, а также воинской части, военного комиссариата и совета ветеранов. Присутствующие возложили цветы к памятнику и почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания. Сегодня мы отмечаем памятную дату, 33-ю годовщину со дня вывода советских войск из республики Афганистан. Я от имени по поручению главы городского округа города Дербент Пермагомедова Рустамбек Сергеевича хочу вам выразить огромную благодарность всем стоящим здесь, всем, кто не смог принять сегодня участие в этом мероприятии. Низкий вам поклон, спасибо вам за мирное небо над нашей головой. Вы не пожалели ни своей жизни, ни здоровья. Жители республики могут сами выбрать объекты, которые будут благоустроены. В Дагестане в этом году на благоустройство территории предусмотрен 1 миллиард рублей. Уже определены 179 территорий. Только на Буйнакск, который стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды, выделено 80 миллионов рублей. Об этом говорили на заседании Республиканской межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятия федерального проекта формирования комфортной городской среды на территории региона под председательством в РИО заместителя председателя правительства Республики Манвела Мажонца. Устров в завершении контрактовали заключение контрактов на объекты благоустройства у нас до 1 апреля. В случае отсутствия до 1 апреля контрактов на выполнение работ, средства из федерального бюджета будут подлежать перераспределению в Резервный фонд. При этом 100% наказ своего исполнения необходимо обеспечить до 1 декабря 2022 года. В РИО-министр строительства Артур Сулейманов отдельное внимание уделил вопросу проведения голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в следующем году. С 15 апреля по 30 мая в Дагестане пройдет онлайн-голосование. Поучаствовать смогут все жители республики от 14 лет и старше. Отдать свое предпочтение можно на единой федеральной платформе городсреда.ру. Это проект, у которого помимо того, что вы строите, вы обеспечиваете благоустройство, немаловажным в этом проекте является вторая его составляющая. Это рейтинговое голосование, это вовлечение граждан, это право выбора граждан тех или иных проектных решений, дизайнерских решений. То есть это вовлечение граждан в выборные процессы. В Дагестане по программе догазификации к 94 домовладениям подвели газовые сети. В Рио председателя правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в совещании в режиме ВКС под руководством заместителя руководителя Кабмина России Александра Новака по вопросам исполнения мероприятий по догазификации. Отметим, что в Дагестане региональный штаб по газификации возглавляет глава республики Сергей Меликов. Заявки на догазификацию принимаются в 39 эксплуатационных газовых службах, в администрациях муниципальных образований и через единый портал государственных услуг. В настоящее время в Дагестане подано свыше полутора тысяч заявок и заключено 313 договоров на подключение. Ну а для тех, кто подключен к голубому топливу в Махачкале, проходит акция «Мы за безопасный газ». Проверки газового оборудования в столичных жилых домах проходят для привлечения внимания горожан к правилам безопасности при пользовании голубым топливом и его безаварийного потребления. С какими нарушениями ежедневно приходится сталкиваться сотрудникам «Газпром» газораспределения Махачкала и как можно спасти жизнь не только себе, но и своим соседям в следующем материале. «Это допустимо. Единственный момент, вот эти вот захлопления необходимо отсюда убрать. Видите? То есть, что ей нужно, что же объяснить? Ей надо укоротить вот это шланговое соединение, чтобы разве около метра, чтобы было. Слишком длинная, не разрешается». Улица Батырая для рейда была выбрана не случайно. Дома здесь расположены близко друг к другу в общих дворах. По статистике, такие компактные постройки становятся очагами крупных взрывов бытового газа по причине нарушений элементарных правил. Самовольная установка и замена оборудования, несертифицированные приборы и несанкционированные врезки. На все это сотрудниками компании «Газпром» газораспределения Махачкала выписываются аварийные запреты почти ежедневно. «Мы часто сталкиваемся с тем, что наши абоненты, к огромному сожалению, либо устанавливают газовые оборудования самостоятельно, несет аварийное оборудование, и очень часто сталкиваются, что они устанавливают с грубейшими нарушениями. Допустим, мы сегодня тоже проводили проверки, мы в одной квартире нашли грубейшие нарушения, что недопустимый снегоснабжение. Это установка колонки в ванной комнате. В ванной комнате запрещено установить газовые оборудования. Причиной тому является, что продукты сгорания должны выходить наружу, а в данном случае ни притока свежего воздуха, ни вывода продуктов сгорания. Более того, было установлено, что она была подключена шланговыми соединениями более трех метров. Конечно, мы внимание уделяем всем абонентам, но зачастую мы вообще акцент берем на квартиры дома и общие дворы. Ведь реакция в случае взрыва практически одинакова. То есть, если на квартирном доме взорвется квартира и пострадает дом, здесь то же самое. То есть, взорвется в одном доме, в общем дворах, то пострадают еще соседи и пострадает их имущество. Практически одинаковые результаты. Вы приняете в офиске инститерстики? Что, живой человек? Да, потому что был ссором. Ничего нет, ничего нет. Ну и муж сам проверяет, сам дает. Только пару. В ходе этой проверки в большую часть квартир специалисты не попали. Люди неохотно открывают двери, опасаясь штрафов или заранее зная о том, что в доме имеются нарушения. У многих абонентов зачастую установлены дешевые иностранные обогреватели, а ведь цена вопроса – жизнь человека. Газ – это тихий убийца, и отравление угарным газом происходит незаметно, говорят специалисты. На самом деле у нас огромная проблема – это недопуск специалистов компании газовым оборудованием. Установка газового оборудования иностранного происхождения запрещается вообще, потому что они не прошли сертификацию. Установка газового оборудования самостоятельно запрещается. Запрещается также переустанавливать газовое оборудование с одного места на другое. Почему? Потому что при газификации домовладений составляется рабочий проект. В рабочем проекте обозначивается установка газового оборудования по точкам. Для чего это делается? В случае выявлено какие-то нарушения, чтобы специалисты знали, где находится газовое оборудование, чтобы закрыт краник. Запах есть, окно открываете сразу, вызываете 104. Ничего, ни свет не включаете, ничего, пока не приедет аварийная машина. Напоминаю номер аварийной службы, сотрудники компании «Газпром» газораспределения «Махачкала» призвали жителей региона обеспечить доступ своих работников в квартиры. А на фасады домов расклеили плакаты с правилами безопасного пользования газом в быту. Ларианна Шимхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». Спасти зрение специалисты Республиканской оптимологической больницы опробовали новый для Дагестана метод лечения глоукомы. Суть методики заключается в воздействии лазера в микроимпульсивном режиме на орган зрения, что позволяет избежать перегревания тканей и излишнего повреждения сосудистой оболочки глаза. Инновационные технологии и современные оборудования позволяют снижать внутриглазное давление у пациентов с глоукомой без разрезов и швов. Занимает всего 10-15 минут, 2-3 минуты из которых время лазерного воздействия. Такие вмешательства безопасны, проводятся под местной анестезией и не требуют госпитализации и длительного восстановления, отмечают медики. В этом уже убедились 12 пациентов. Операции провела бригада специалистов во главе с заведующей глоукомным центром Республиканской офтальмологической больницы Лилой Олегаджеевой совместно со специалистом по лазерному оборудованию Андреем Лавриновичем. В результате этой операции у пациента внутриглазное давление снижается в среднем на 30% от исходного значения. Эффект сохраняется в течение последующих 2-3 лет. Новая методика также позволяет затормозить темпы прогрессирования глоукомы. Это лечение можно проводить повторно, что крайне важно, так как полностью победить недуг невозможно. На сегодняшний день в Дагестане более 8 тысяч пациентов с диагнозом глоукома. И подобная новейшая методика способна существенно улучшить качество их жизни и станет для них настоящим спасением, считают врачи. Данное оборудование представляет довольно-таки новый метод в медицине, который применяется за рубежом с конца 2015 года, как микроэкрусная лазерная терапия. Суть методики заключается в динамическом движении и прогревании тканей путем кратковременных импульсов, измеряемых в миллисекундах, что позволяет получить очень интересный эффект, который в конечном итоге влияет на продукцию, на ее снижение, что в глоукомных глазах как раз-таки является причиной потери зрения, а также на улучшение оттока. Мы воздействуем на все элементы, участвующие в прогрессировании глоукомы. А именно, мы улучшаем передний путь оттока, влияем на эксклеральный путь оттока, а также снижаем продукцию воднистой влаги в глазах, что комплексно влияет на снижение давления и замедляет или останавливает течение глоукомы. В селе Первомайское Кайкенского района торжественно открыли детский сад после реконструкции. Удобные для детей условия удалось создать с помощью республиканской программы местные инициативы. На открытии объекта побывали и мои коллеги. Хамз Нурмагомедов продолжит. Так просторно и уютно и светло. В сказку мы попались в дом, как ребятам поездок. Умница. Теперь воспитанники детского сада в селе Первомайске будут обучаться и развиваться в комфортных условиях. Здесь по программе местные инициативы провели капитальный ремонт здания. Мы решили самые острые проблемы нашего детского садика. Полностью поменяли кровлю здания. Сделали капитальный ремонт отопительной системы. Почти на 70% поменяли полы здания. Поменяли кафель в санузлах. Полностью капитальный ремонт сделали на лестничных площадках. На открытие садика после реконструкции собрались местные чиновники. Они осмотрели помещение, поговорили с детьми и их родителями. Сейчас здесь воспитывается порядка 130 малышей. Бывали проблемы с отоплением. Полы у нас полностью поменяли в нашей группе. Сейчас очень хорошие полы. И деревянные полы, они хорошие, тёплые, ноги не мёрзнут у детей. И у нас красиво разукрасили стену, красивые стены, уголки для детей. Поменяли в спальне. Там изменения на самом деле видны. Очень красиво стало. Программа «Местные инициативы» реализуется Министерством экономического развития республики. На этот объект было выделено около 3 миллионов рублей. Среди них 600 тысяч вложений в мецената. Наше хозяйство Губкаспий полностью долю спонсорской помощи берёт на себя. Мне приятно осознавать, что видят, что здесь сделано. Скажу для сведения, сам объект в своё время, в 90-е годы, точно так же я, будучи директором, передавал подсадики. Тот комплекс проблем, который сегодня есть, в те объёмы, они сегодня, к сожалению, за счёт средств муниципального района, мы их просто не вытянем. Поэтому благодаря этим программам мы решаем очень много проблем, вопросов, касаемо именно наших таких объектов. Помимо ремонта детского сада в селе Первомайское, по этой же программе завершают к сдаче строительства пожарного депо на одну машину. На её возведение по смете было выделено более 2,5 миллиона рублей. В течение трёх лет, 19 по 21 год, по республике Дагестан, вложение по данной программе состоит порядка миллиарда рублей. Из них около 700 миллионов – это республиканская часть вложений. А часто по Кайканскому району в течение трёх лет реализовались 12 проектов. Только за 21 год по данной территории реализованы 8 проектов. На общую сумму 24 миллиона рублей. Из них 17 миллионов – это республиканская часть средств, 4 миллиона рублей – местный бюджет и 5 миллионов рублей – меценатские источники. Программа призвана решать социальные проблемы людей, связанных с образованием, спортом, безопасностью и так далее. За прошлый год на реализацию проектов было выделено почти 250 миллионов рублей. В этом году планируют потратить из республиканского бюджета почти в два раза больше. И о спорте. Дагестанские баскетболисты-колясочники выступят на Кубке России. Турнир пройдёт с 17 по 23 февраля в посёлке Васильево, республике Татарстан. В состав команды вошли 9 человек. И перед выездом на соревнования спортсменов напутствовали замминистра спорта Гайдарбек Гайдарбеков и чемпионка мира и Европы по паратэквондо Сакинат Магомедова. Баскетболистам предстоят матчи против команды из Санкт-Петербурга, Татарстана, Москвы, Хантамансийского автономного округа, Тюменьской и Ульяновской областей. В Махачкале подведены итоги волейбольного чемпионата среди выходцев Шамильского района. Турнир посвятили памяти глав администрации села Телетель, павших от рог экстремистов, ковида и памяти патриотов села. В спор за награды вступали 12 команд. Их разделили на 4 подгруппы. Лучшие прошли в плей-офф. В полуфинале команда Гулотль была сильнее Кахиба, а Телетель взял верх над волейболистами села Тогох. Турнир по волейболу проводят в седьмой раз. Он призван сплотить молодежь из разных сел и укрепить дружеские отношения. Об этом и многом другом представители органов власти, спортивные функционеры и религиозные деятели говорили на открытии. После состоялась финальная игра, где победу праздновала команда Гулотль. Триумфаторам вручили кубки, медали и денежные призы. Также организаторы отметили и наградили лучших в индивидуальных номинациях. Смотрите нас также на нашей официальной странице в Инстаграме, а также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи.